Практическое христианство Что мы с вами строим? Вы знаете, наверное, со временем, когда приходят годы, в своей жизни ты начинаешь взвешивать настоящие ценности. Каждый из вас, доживая до определенного периода, ты начинаешь взвешивать, что же по-настоящему ценно. И вы знаете, все эти темы, которые я вам пишу, это просто из разговоров со Святым Духом. И я ему задаю прямые вопросы, и мой учитель Дух Святой прямо отвечает. Иногда это больно, но это так необходимо. Я хочу знать правду. Я не хочу жить в религиозной лжи. Я хочу понимать, какие решения я принимаю. Потому что я несу ответственность за то, кто я и что я делаю. И те люди, которые пытаются кого-то контролировать, пасторы, дьяконы, начальники, запомни только одну вещь. Никто из них рядом не будет стоять с тобой и ходатайствовать за тебя. Ты и я будем стоять лично лицом к лицу с нашим Спасителем и отвечать Ему за нашу жизнь. Поэтому я хочу помочь не только себе, но и вам, дорогие, принять личные решения. Я никогда не был бунтарем против власти, хотя меня таким называют. Но я всегда хотел принимать мои решения. Я всегда понимал, что отвечать мне, а не им. И какой бы религиозный консилиум не вынес, какое-то насчет тебя решение мне стоять перед Иисусом, не им. И поэтому я хочу принять решение, которое принесет самый огромный бенефит мне. Кто-то понимает? Потому что в конце концов я буду взвешен на весах вечности. И я не смогу тыкнуть пальцем на моего дьякона и сказать, это он мне мешал. Или поймать какого-то пастора и сказать, это он 30 лет моей жизни украл, врал мне. Ты находишься вокруг лжеца, потому что ты хочешь слышать ложь. Жестоко, но правда, семья. Ты не будешь вокруг лжи, если ты ложь не ешь. И я хочу правду. И как только я хочу правду, я окружен правдой мгновенно. Ты даже попал на этого проповедника, когда только ты захотел правду. Нечаянно мы в Ютубе не попадаемся. Но мы попадаемся тем, кто говорит, Бог, я так больше жить не могу. На, слушай. Мы с тобой в одной лодочке. Я тоже хочу слышать правду. Какая бы она жестокая ни была, эта правда должна изменить меня. И поверь мне, решение лучше принять сейчас, а не когда ты будешь по ту сторону вечности. Аминь? Такая жизнь. Итак, выдохов немного, я пойду в тему. Итак, строительство себя. Что это значит? Почему мы здесь? Я имею в виду, почему мы здесь на земле. Семья, мы не заберем с собой это, вот это. Мы не заберем с собой своих детей. Мы ничего с собой не можем забрать. У каждого своя жизнь, своя ответственность. Вы знаете, у меня начался честный разговор со Святым Духом. Я говорю, Бог, что я могу забрать из этой жизни, в реальности забрать? Ответ Духа Святого был настолько прост, что я почувствовал себя полным идиотом. Дух Святой мне сказал, посмотри на одну единственную вещь, которую вам позволено забрать из этой земли в вечности. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что тебе позволено забрать в вечности? Ни деньги, ни друзей, ни бизнес, ни твоих любовниц, любовников, ни финансы, ни детей, ни жил, никого. Ничего я не смогу забрать, все, что я вижу, к чему я прикасаюсь. Я смогу забрать только одно единственное. Мою душу, подаренную мне. Семья, послушайте мне внимательно. Дух, он придет к Богу. Дух – это часть тебя, это часть божества. Это абсолютно другая тема. Я об этом уже говорил. Я сейчас не хочу туда идти. Но, дорогие мои, можете представить, нам в аренду дана душа? В аренду. И что ты сделаешь на протяжении вот этих лет со своей душой? Ты можешь решить ненавидеть. И ты… Вы знаете, что мне было такое интересное, я же сказал. Он говорит, твоя душа прямо сейчас или богатеет, или нищает. Только что здесь стояла девушка, Катерина, и рассказывала, как она была украдена и много лет насилуема. Просто уничтожила. Ее душа просто разрывали на куски. Мне даже, честно сказать, мне даже тяжело вместить в голову, не то чтобы пережить, что происходило. Вы даже не представляете, но когда Бог ее коснулся, и она решила простить, вы не представляете, насколько богатой стала эта душа. Кто-то слышит меня? Этой душе была дана… Можете я представить? Ты скажешь, о, это ужас. Но ты не понимаешь, Библия говорит, кому много дано, много спросится. Ты слышишь? Если тебе сейчас дано много болей, много ужасов, с тебя спросится, что ты? Ты превратил это в богатство или ты обнищал? Теперь ты сгусток ненависти всех и всего. Кто-то слышит меня? Что ты сделаешь сейчас с той возможностью, которая тебе подарена вселенной? Вопрос. И мы сидим, ненавидим кого-то, кто нас в трафике подрезал. И мы сидим, ненавидим, кто нам зарплату недоплатили, десятку недосчитался в своем чеке. И здесь человек, который был изнасилуем и даже который забыл даже думать о свободе. И я чувствую себя таким дерьмом, потому что я не могу простить 10 долларов, не доданных мне на чеке. И здесь человек простил ад людям, которые должны были умереть. Церковь, алло! На проводе вселенная! Ты слышишь меня? Ты хочешь разбогатеть? Прямо сейчас тебе даны шансы. Что ты сделаешь с тем, что тебе дано? У всех, у меня и у тебя. Прямо сейчас нам всем брошен вызов. Всем нам дан шанс. Кому-то дан шанс, мне в голову не вмещается. Но Бог не дает больше, чем ты можешь перенести. Кто-то слышит. Я никому не желаю боли. Но, дорогие мои, митя, жизнь это боль. Мы с вами, когда рождались, мы принесли боль не только себе, принесли боль матери, которая рождала нас. Вся жизнь это сплошная боль. Только по одной причине. Потому что это единственный шанс Бога. дать тебе настоящий шанс разбогатеть. Если бы ты понял, как было глубоко то, что я сейчас сказал. Вопрос. Как Богу сделать тебя богатым? Который имеет все. И если Он что-то подарит тебе, это не богатство. Это подарок. Как ты можешь разбогатеть сейчас? Как ты и я можем разбогатеть? Подумай. Мне что-то должно быть дано. Насчет чего я приму решение? И только это может быть шансом на то, что ты же такое-то сокровище унесешь с собой в вечность. Кто-то услышал меня? О, в твоих регулярных церквях об этом не говорят. Ты бы, наверное, уже раза три встал и, наверное, уже спел бы три псалма и молитву очень аж бы сделал. Но я хочу говорить тебе о вечности. Я не хочу потратить всю мою жизнь на это место. И уйти назад нищим. Ты слышишь меня? Куда ты тратишь свою жизнь на видимое, то, что никому не нужно и никому не интересно? За это я награду никогда не получу. Это дар Бога, который пришел и ушел. Награду я получаю, когда я прохожу вещи. И моя душа принимает решение. Сделать место. Знаете, почему Бог взвесил, когда Бог взвесил Навуходоносор, который найден легкий, как его зовут? Валтасар, sorry. Валтасар. Вы понимаете, что произошло? Вы когда-нибудь задумывались, что это за вещь, когда Бог говорит, ты взвешен? Семья, если бы вы понимали, когда Бог меня вернул в это место в Библию и говорит, сын, я не просто так написал на стене слова. Я не просто так написал слова. Он говорит, твоя душа прямо сейчас взвешивается. И некоторые настолько обнищали, что твоя душа настолько легка, что ты найден легким. Ты не можешь простить друзьям, не говоря о том, чтобы простить и любить врагов. Твоя душа настолько легка, что Бог не может ничего даже взять. Кто-то слышит меня? Мы все сюда приходим с бенефитами и с недостатками. Все приходим с бенефитами и недостатками. И что ты сделаешь с недостатками? И я заметил, что мне мои бенефиты даже мешают богатеть. Поэтому я превозношу даже людей, которые проходят через огромную боль, и у них мало талантов, потому что эти люди уносят с собой богатство, которого мне не нюхать. Семья, с вами все нормально или я слишком реальный для воскресного служения? Ты окей? Дышишь нормально? Потому что некоторые боятся сюда ходить, потому что доза правды просто... А знаете, чем мне нравится эта церковь? Ты отслышать уже ничего не сможешь. Знаешь, одно дело услышать. Отслышать нельзя. Ты в ответе за то, что ты сейчас услышал. И мне это очень нравится. Нагружать тебя правдой, из которой ты будешь делать решение. Не я, я сделал решение. Я свое решение сделал. Поэтому я и стою здесь, ору и потею. А ты не можешь поспокойней говорить. Поспокойней бы ты, не включил бы эту проповедь. Поспокойней ниже под Ютубом, посмотри, там все спокойны. Ну что ты тыкнул на эту? Алгоритм Ютуба указал. Заметьте, что Богом нам позволено забрать с этой земли. Единственная вещь. Бог не дал тебе забрать много чего. Бог не дал нам забирать ничего. Он дал тебе душу. Твое тело в аренду. Твоя душа на определенное время. Только ходя по этой земле, твоя душа может разбогатеть или обнищать. Как только ты выходишь из, как только ты выходишь из этого тела, ты моментально начинаешь взвешиваться духовным миром. А на скейл ты ложишься Богом на весы. Семья, честно скажу, я, я не хочу быть найденным легким в земле. Я хочу научиться прощать, по-настоящему прощать. Мы все с вами слишком много говорим, но когда дело доходит до прощения, до настоящего прощения, Бог мой, кто готов? Если мы кого-то простили, Бог мой, мы ведем себя так, как будто нам сейчас должны дать корону и посадить на трон. Ты слышишь меня? Бог говорит, я даю тебе шансы, которые ты проваливаешь. Я даю тебе предателей, чтобы сделать тебя богатым. Знаешь, когда в твоей жизни закончатся предатели? Когда ты вместо ненависти завалишь предателя любовью и благословением. Ты не можешь сдать экзамены. Поэтому ты будешь проходить этот класс второй год, третий год, сорок четвертый год, пока ты не сдашь этот экзамен. Вот почему у некоторых жизнь крутится по кругу. Все, что ты видишь, это одно предательство. Потому что Бог дает тебе шанс простить. Ты не хочешь. Поэтому приготовься. Завтра будет подарен тебе новый предатель. Алло. Мой христиан такой, они хотят слышать, я хочу слышать благословение, блесень, блесень, блесень. Блесень, блесень. А Бог тебе в дыню, в дыню, в дыню. Ты там сковчишь, Он говорит, отпусти. Как только ты сейчас отпускаешь, ты становишься мудрее, глубже и богаче. Ты мгновенно становишься богаче. И интересно, я всю жизнь был окружен предателями. И как только я простил, как только я простил моего последнего предателя, я забыл, где они делись. Они пропали. И я такой говорю, Бог, я уже готов простить. Он говорит, уже не надо. Кто-то понимает, что вселенная дает тебе задачи, ребусы. Бог через эту жизнь, Он дарит тебе возможности. И ты всю жизнь зациклен на одном и том же тормозе. Ты на ручнике сидишь, до сих пор не можешь понять, что это тест. Это возможность сделать твою казну небесную богатейшей. И этого Иисус говорит, никто украсть не может. Кто-то берет для себя что-то сегодня. Семья, я не хочу просто тратить ваше время и выдыхать свой воздух. Я уже не в том возрасте, где мне нужно завоевать что-то доверие. Я здесь для одной цели. Дать тебе дозу правды, на которой ты сделаешь решение. Ты любишь Собовалова или ненавидишь его? Алло? Из этой информации тебе придется жить. Но я хочу быть, которая бросает мне вызов. Я устал, где меня заглаживают до смерти. Дайте мне мясо пожевать, пожалуйста. Дайте мне что-то настолько уникальное, чтобы я когда простил, я это почувствовал. Кто-то слышит меня. Бог мой, мы всю жизнь расцениваем. Мы все хотим мягче, мягче, лучше, лучше, комфортнее, комфортнее. Так не работает богатство. Бог бросает тебе вызовы именно потому, что Он хочет тебя сделать богатейшей личностью в вечности. Семья 70-80. Ну, если тебе повезет 90, ну, там уже слюна будет течь. Некоторые люди говорят, хочешь, некоторые там проповедуют о нетлении. Я говорю, я не хочу не тлеть, я хочу правильно стлеть. Знаете, да, что такое правильно стлеть? Это в тот момент, когда у тебя все всплыло, ты ушел к Иисусу. Пока твои мозги еще на месте. Пока ты еще адекватен, еще сам в туалет ходишь. Поэтому дайте мне стлеть качественно. И не молитесь за мое воскрешение, умоляю. Потому что кому-то надо утку менять будет в госпитале. Какая-то доза, правда, пошла. Я не знаю. Этого в конспекте нет, прошу прощения. Семья, вы чувствуете меня? Я не хочу, чтобы ты слышал меня, я хочу, чтобы ты пережил меня. Проповеди этого проповедника не слушаются, проповеди этого проповедника переживаются. Я хочу дать тебе часть энергии, которую подарил мне Дух Святой, когда я с Ним говорил об этом. Хочу просто подарить тебе часть энергии, которую мне есть, чтобы ты понимал, что у каждого сейчас есть возможность. Прямо сейчас, я даю гарантию у всех, у всех, кто смотрит, кто здесь. Прямо сейчас ты проходишь определенный тест. И сейчас у тебя есть возможность разбогатеть или опустошиться. Что это? Ты это знаешь. Неважно. Битва с нищетой, с финансами. Обычно нищета финансов у тех, кто жмоты. Вот ты жматярище, жлобище. Вот приготовься, у тебя будет просто шиши в карманах. Как только ты скажешь, да вот так жить, да лучше так не жить. Ну и что ты у меня там сто баксов в кармане, которые там бедные. Я просто взям и начну все отдавать. Начну благословлять. Кому-то хуже, чем мне. Пах! И ты сдаешь экзамен во вселенной. И открываются какие-то странные вещи, и у тебя начинается благословение. У меня сотни свидетельств людей. Я здесь не первый год, семья. Я даю тебе гарантию. Если ты сейчас сидишь, и ты в нищете, ты жмот. Просто признай, скажи, я жлобяра. Научи меня благословлять. Тебе вселенная дарит шанс быть хорошим. Найди кому-то, кому хреновее, чем тебе, и благослови. Потому что ты не съешь свои сто долларов, которых и так не хватит на следующий день. Умоляю, сдай экзамен. Алло. Ну ты такой, не-не-не, ну сиди. Сиди с шишами в карманах. Я понимаю, немножко куснул, но ничего, ты ж злоб. Ты меня простишь, ты сейчас простишь. Я тебе даю шанс разбогатеть сейчас. Вот ты знаешь, знаете, что самое интересное? Вот ты жлоб, жлобище. Ты точно знаешь, что ты жлобярище. И ты сейчас меня не любишь. Вот тебе дан шанс разбогатеть прямо сейчас. Ты просто должен сказать, Бог, откуда он знает, что я жлобище? Потому что вы смотрите на жлоба с вымпелом. Бог мой, моя жена может рассказать вам, каким человеком я был. А потом я сказал, знаешь что? Лесом. И все начал просто благословлять, раздавать. И, кстати, не надо никому говорить, кому ты даешь, куда ты даешь. Не надо в Инстаграм выставлять. Не надо. Мне не надо знать. Потому что как только я узнал о твоем даянии, это твое вознаграждение. А я очень не хочу быть награжден лайками от вас. Я хочу быть награжден Богом от него. Я покормил бомжа в 100 лайков. Приятного аппетита. Зарплата получена. Сделай это перед собой и Богом. И пусть даже жена не знает, что ты бомжа накормил. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вся наша жизнь, когда сплошная показуха. А Бог дает шанс. Семья, у нас жизнь очень коротка, чтобы разбогатеть. Очень коротка. И тебе нужно использовать каждый момент, чтобы сделать взнос, вклад в вечность. Нам абсолютно всем, небесным отцом, подарена возможность стать богатыми. Да ничего общего не имеется в виду с деньгами, с этими бумагой, вообще ничего. Бумага – это просто последствия благословенного человека. Открытые двери – это последствия благословения. Бог хочет сделать тебя богатым внутренним. Когда к тебе подходишь, ты должен обогащать меня своей мудростью, своей внутренней красотой. Кто-то понимает? Если вы общаетесь с человеком, и вы видите в нем мудрость и глубину, я вам честно скажу, он это получил, пройдя какой-то тест. Спросите, что он прошел. Не надо говорить, помолись за меня, пусть то, что на тебе, будет на мне вдвойне. Ты имеешь в виду, я получил в дыню 200, ты получишь 400. Выходи! Ты же вдвойне хочешь получить. Сначала ты вдвойне получишь. И у тебя вдвойне появится возможность. И честно сказать, некоторые из вас не захотят этой возможности. Окей. Поэтому проходи в свою школу. Все наши недостатки, это подаренная нам возможность разбогатеть богатством нетленным. Только представьте, нам подарены все видимые инструменты. Тот момент, что у тебя есть враги, это благодарность Богу. Ты врагов заработал, не пробивая колеса. Если ты так заработал врагов, то там совершенно другая награда. Извиняюсь. Но если ты заработал врагов врагов, где ты не причинял боли никому, и по какой-то странной причине у тебя какой-то каламбур, капец и какая-то жесть, это Бог дарит тебе возможность. Когда ты заработал, получи. Просто получи, распишись и не вмешивайся. Просто отбудь свой срок, там неважно какой, финансовый, тюремный, неважно. Отписался, расписался, пошел, ты заплатил. Но я говорю, когда у тебя появляются враги, которых ты не зарабатывал. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я преследую Бога. И кто-то начинает преследовать меня из-за моего преследования Бога. Кто-то понимает, что такое настоящие враги? Или ты начинаешь делать что-то, что ты хочешь что-то сделать Богу? И вот это вызывает вражду, ненависть, как Иисус Христос ходил себе, исцелял, и здесь он враг всех. Вот он висит на кресте, его убивает, и он здесь на кресте богатеет. Царь вселенной продолжает богатеть. И здесь он прощает. Отец, не вмини им. Прости их, они не знают, что они делают. О, как мне хочется это сделать. Мне не нужна больше церковь, мне не нужна лучшая аппаратура, мне не нужны лучшие камеры. Я хочу богатое сердце. Кто-то понимает. Все это съели и проехали на этом поезде. Я понял, что настоящая ценность есть. Я хочу сердце, которое Бог увидит. Не ты и похвалишь меня. Мне это давно неинтересно вообще. Человек меня давно перестал и удивлять, и волновать вообще давно. Человек будет человеком, будет творить кофмары, которые он творит, и ничем ты не удивишь. Ты человек. О, но меня удивляет, когда вопреки всему, что враг говорит тебе сделать, ты поворачиваешься и обнимаешь. О! И вот здесь все небо обернуло внимание, и сказал, о, дзынь. Когда оно по-настоящему себе. Когда оно отсе. Ни для показухи, ни для фейсбука, и института. Когда это перед Богом. Никто не видит, не слышит. Никто не может лайкнуть твое решение. Вот там мы богатеем. В тайне, в секрете. Я так рад, что я жил, что я развивался вне времени соцсетей. Потому что, во-первых, я рад, что много туда не пошло, чего не надо пойти. Потому что ваш покорный слуга совершал очень много подвигов. И я счастлив, что это нигде не зарегистрировано. Люди моего возраста понимают, о чем речь идет. Потому что вы думаете, вы, дети, прикалывались? Вы не знаете, как прикалывались ваши папы. Хе-хе-хе-хе! Ху! Вы даже представления не имеете, о чем мы творили. И ваша единственная благодать, вы не знаете, о чем мы творили. Радуйся! Сын такой, я сделал. Ты смотришь, такой, не знаешь, похвалить или поплакать. Она отдельная тема. Не знаю, как у большинства, но у меня есть огромное желание собрать богатство нетленное. Кто-то слышит меня? Ну, сколько мне нужно на сегодня прожить? Дайте мне бутерброды, чашку кофе. Мне не надо больше. Кто-то понимает. Но, дорогие мои, мне интересно разбогатеть там. Мне интересно начать вкладывать в тот стак-маркет, в ту биржу. Мне интересно, что я могу сделать, как я могу поломать свой гадкий характер, что сделает меня лучше человека. Кто-то слышит меня? Не начать руководить всеми вокруг, все должны подогнуться и делать, как я сказал. Дай мне изменить мое сердце до тех пор, что меня не будет волновать, что вокруг меня происходит. А вот это дорого стоит. У-у-у, интересно. Смотри, задумайся над этим, как небесному Отцу дать тебе возможность войти в совершенство и разбогатеть? Дать тебе что-то настоящее, чтобы только твое сердце сделало решение. И на основании этого решения увидеть твою натуру. Ты тянешься к свету или ты тянешься к тьме? Как царю царей родить невесту, которая не предаст его? Поднять невесту в мире тьмы, где они должны сделать решение быть с ним, несмотря ни на что. Все захотят быть с ним, когда они его увидят. Алло! А кто захочет быть с ним, когда ты его не видишь и еще временами даже сомневаешься? О, ты становишься богаче, а? Ты что-то начинаешь делать. Ты начинаешь понимать. Он помещает нас в абсолютно несовершенный мир, которым всем даны все инструменты построить себя изнутри. Мы все приходим на нейтралие. Вот родился розовенький, по попке ляпнули, ты закричал. Записали свидетельство рождения, хэппи-берзды, и начинаются потом все проблемы. Усрался, зубы полезли, потом начал что-то там творить. Кто это понимает, да? И вот от самого начала тебе дана возможность стать лучше душой. Кто это слышит? Стать красивой душой. Ммм, как красиво, как интересно. Какой план Бога уникальный? Как поднять настоящее? Потому что, вы знаете, есть пословица, тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают прекрасный мир. Прекрасный мир порождает слабых людей. Слабые люди порождают отвратительный мир. И опять отвратительный мир порождает сильных людей. Ты в каком периоде? Ты где на шкале вот этой? Я рад, что я родился в совке. Давайте так скажем. Потому что с некоторыми американцами, которые родились здесь. Вы знаете, я почему-то не замечаю русских бомжей. Я не вижу китайских бомжей. Я не вижу почему-то странно мексиканских бомжей. Все, что я вижу, это американские бомжи и афроамериканские бомжи. Вопрос. Порке? Я с Италии. Только что вернулся. Там даже полицейский и с тобой так разговаривает. Когда ты перешел или улицу не там. Он даже не говорит. Он просто окно открыл. Почему, семья? Почему? Подумай. Интересный вопрос. Я рад, что я родился в жесткое время, которое дало мне бенефиты стоять там, где многие ломаются. кто-то слышит меня? Не надо плакать! Да если бы вы знали нашу жизнь. Та жизнь сделала тебя сильным человеком. Благодари Бога за Советский Союз! Пионер. Всем пример! Фу! Сколько? Я кушать хочу. Нет, я не заканчиваю, а то сейчас в прошлый раз было быстро как-то. Ладно. Я кушать хочу, но я продолжу. Итак, потому что я знаю, что внизу есть что-то очень вкусненькое. Каждому из нас дан выбор сделать богатством абсолютно то, что ты хочешь. Я могу моего кота сделать наградой и богатством. Я могу обожествить мою жену и сделать ее наградой. Кто-то понимает, да? Я могу обожествить это здание и начать ему поклоняться, вкладывать в него, молиться, спать в нем, жить в нем. Я могу начать поклоняться моему физическому дому, где я живу, просто дом мой дом. Вкладывать туда внимание, деньги, все, все вкладывать туда. В то, что просто пуф, и его больше нет. Иногда смотришь, недавно, видели недавно, да, что на Гавайях произошло? Красивенный район. Люди там жили поколениями, вкладывали туда все деньги. Ребята, вот так, и нет ничего. Ни людей не могут найти, ни их домов. Что ты с собой унесешь? Куда твоя энергия инвестируется сейчас? Подумай, подумай. Мне интересно узнать, где я, кто я, куда я иду. О, я многие вещи переосматриваю, многое перестраиваю. Всю жизнь она такая. Вы заметили такой момент, что большинство строит себя почему-то снаружи. Как я выгляжу, как я, на чем я езжу, во что я одеваюсь, во что я кушаю. Инвест, 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 инвест вот все вот в это. Но когда ты копнешь самого человека, там лучше не трогай, потому что там смрад. Вы знаете, о чем я говорю? У всех у нас есть такие люди, или по крайней мере ты знаешь о таковых. Вся инвестиция идет в упаковку, но ничего не идет вовнутрен. Так же ненавидит, так же проклинает, так же завидует, с таким же злом, как и вчера. И он по каким-то странным причинам рожден свыше. Алло! Он рожден свыше. Тебе подали на такая возможность приготовить свою душу, сделать себя богатым. Давайте прочитаем. Вообще, Евангелие от Матфея, вот шестая глава, это просто бомба. Я прочитаю частично, но там просто все бомба. Я много не буду читать. Ну как, сегодня я дозу прочитаю. Если кто-то Библию не читал, а скорее всего, наверное, многие не читали, сегодня вы почувствуете себя хорошо. Поэтому прочитаем немножко, чтобы твоя совесть даже сказала. И я читал Библию. Итак, Матфея 6. Смотрите, что говорит Иисус. Вот оно начинается. Вот шестая глава, первые стихи, сразу первое слово, которое говорит Иисус. Ребят, можете понять, с тобой сейчас говорит Бог. Вот скажите, интересно, когда мы говорим Бог, что ты нам хочешь сказать? Представь, и к тебе начинает говорить Бог. Слушай, вот сейчас говорит Бог. И смотри, первое слово, которое он говорит, оно меня просто убило, раскатало, потом надуло назад, и я покаялся. Можно это не переводить, тяжело будет сделать. Первая глава, шестая глава, первый стих. остерегайтесь совершать благоугодные поступки при людях. А? Да я только их и совершаю при людях. Я их только и хочу совершать при людях. А как их еще совершать? Какая-то тишина настала? Вы что, проголодались или все нормально? Семья? Бог, Бог говорит, остерегайтесь. Это значит берегитесь. В другом месте он сказал остерегайтесь закваски ировода и фарисейской. Помните? Остерегайтесь. Можешь себе представить, Бог говорит, остерегайся делать добрые поступки при людях. Благослови кого-то финансами или чем угодно так, чтобы не узнал никто. А вот тут я вот тут я аж как-то аж немножко это. Вы знаете, я когда начал это делать и продумывать, вы знаете, что я понял? А вообще нереально почти сделать доброе дело и остаться незамеченным. Почти нереально. Всегда кто-то где-то заметит, где-то там, знаете, кто-то пронюхает. А вот я тебе бросаю вызов. На этой неделе серьезно, без шуток. На этой неделе сделай доброе дело, чтобы никто об этом не узнал и тот, кто получил. Серьезно, вот засунь там какой-то конверт в багажник, там нечаянно, там он... Сделать... Купи какие-то вещи и поставь под дверь и убеги. И одень вот эту маску, чтобы даже там камера нечаянно не сняла тебя. бандит пришел, благословил и убежал. И тебя, когда спросят, что ты делаешь в этой маске, в которой грабят банки, ты просто скажешь, блин, как тяжело заработать вечное благословение. Вот я... Потому что тебя где-то везде камера снимет и потом скажет, пху, ты это же света. И ты такой, меня ограбили. Только что меня ограбили. узнали, что я кому-то купил продукт. Ты слышишь? Вот почему. Кто-то понимает меня или я не на том языке разговариваю? Семья. Это Библия. Это говорит не ученик, не я. Это говорит Бог. И Бог говорит тебе и мне. Оберегайся. Никто не должен знать, что ты делаешь. Все хорошие дела абсолютная тайна. Честно. Я вот этот первый стих прочитал. Я встал на колени и покаялся перед ним. Потому что Бог мой. Я нарушал эту заповедь абсолютно. Алло. Я понимаю, сейчас ты переоцениваешь свое существование на земле. Потому что Библия, она очень понятна. Итак, остерегайтесь совершать благоугодные поступки при людях, иначе не получите вознаграждение от Отца вашего небесного. Вот он первый стих. Второй стих. Поэтому, когда подаете неимущему, не трубите об этом, как делают лицемеры в синагогах и на улицах. Чтобы люди похвалили их истинно, говорю, они уже достаточно вознаграждены. То есть, вот это ту-ту, это твоя награда. А я хочу научиться в этой маске не грабить банки, а благословлять. И тот, кто грабит, он не хочет, чтобы его знали. и тот, кто отдает, тоже хочет, чтобы его не знали. Это твоя Библия. Иисус не ошибся. Третий стих. Когда подаешь неимущему, пусть даже левая рука твоя не ведает, что делает правая. чтобы подаяние твое было в тайне. И когда отец твой видящий тайное вознаградит тебя явно. И вот тебе формула, почему большинство не навознаграждены явно. Потому что они явно дают. У нас все наоборот. Мы даем явно. И потом в тайне вознаграждаемся. Я там ничего не вижу. Такая тайна, что ничего и нет. Тайна, тайна. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты сейчас наоборот все начал делать. Делай все в такой тайне, чтобы когда люди смотрят на тебя и говорят, откуда у него и у нее все это. Два варианта. Или этот человек лжец, манипулятор и вор. Или он слишком часто носит маску на лице. Не для того, чтобы воровать, а для того, чтобы тайненько благословить. И поэтому, когда ты видишь благословенного человека во всех сферах, я хочу, чтобы теперь ты знал, почему. Какая тишина. Вот просто, вот я не знаю, к доске. Ответь мне на вопрос, почему у тебя дыра здесь, дыра там и три дыры здесь. Ты, наверное, понял. Я просто сокращу этот месседж ради того, что я кушать хочу. Итак, смотри. И когда молишься, уууу, пятый стих, пятый стих, и когда молишься, не уподобляйся лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на улицах, и молиться на показ перед людьми. Истинно, говорю вам, им уже награда полная дана. И смотрите, что Бог говорит. Ты же, когда молишься, скройся в задней комнате и, закрыв плотно дверь, молись Отцу своему тайному. И Отец твой, видящий тайное, вознаградит тебя. Вы заметили принцип, по которому Иисус говорит? Из этого я вывел формулу. Все видимое благословение приходит абсолютно из тайной инвестиции. Алло, воздайте славу Иисусу. Некоторым из вас прямо сейчас нужно будет переучиться по словам Бога. Не надо завидовать. Подойди ко мне, я тебе расскажу, что такое настоящее богатство и благословение. Расскажу. Кто дослышит? В этом мире все очень просто, когда ты соблюдаешь Слово Бога. Я не хочу его просто читать, семья. Я Библию, я не знаю, сколько ее раз прочитал, на разных языках. Ну и что? Иисус говорит, читают, не исполняют ничего. Кому вы подобны? Мои ученики это те, кто соблюдают. Помните, что Иисус говорит? Соблюдают Слово. Я хочу читать, семья, и соблюдать. Мне это интересно. Итак, пропускаем молитву Отче Наш, молитву Христа. И идем в 14 стих. Та же глава, 14 стих. Ибо если вы простите людей за прегрешение их, то и Отец ваш Небесный тоже простит вам. Знаете, почему я такой несовершенный и почему я такой счастливый? Потому что я прощен Отцом всегда за все. А знаете почему? Потому что я всем вам прощаю все по умолчанию и поэтому мне дана благодать ошибаться и жить счастливо. Воздай ему славу. Фу! Бог мой, кто-то понимает, о чем Бог говорит? Ты хочешь, чтобы даже твои грехи не упоминались? С этого момента никогда не упоминай ничьей ошибки, ничьего греха, ничьей проблемы, ничьего падения. Никогда! Библия говорит, запрещаю вас судить. Это мои рабы, не ваши. И вот почему я несовершенный, но счастливый. Всегда прощенный. Какую бы я ерунду не вытворил. Потому что я по умолчанию прощаю всем, кто делает мне боль или какие-то вещи. Моментально. Не надо даже просить прощения. Знай автоматом отсюда ты прощен, благословен и любим. Точка. Потому что я тобой не очарован, чтобы тобой не быть разочарованным. кто сходит с ума, кто очаровался кем-то. Это грех. Ты с человека сделал идола. Тебе запрещено очаровываться людьми, кем бы это ни было. Пастором, лидером. Очаровывайся Богом. Самые счастливые семьи, те, кто не разводятся. Я не очарован моей женой. Моя жена точно не очарована мной. Она вчера стирала. Как это сказать тактично? Она стирала нашу поездку. Алло. Мы не очарованы, поэтому мы не разочарованы. Перестань делать из людей идолов, и ты навсегда будешь свободным и любящим человеком. Перестань. Я дарю тебе возможность и свободу на человечность. Будь человеком. Ты скажешь, я лажанул. Я тебе просто скажу, поздравляю. В следующий раз не лажуй. Люди говорят, да когда я перестану ошибаться? Я говорю, это мой сын. Пока тебя это так достанет, что ты просто скажешь, я больше не буду ошибаться. Ошибаются те, кого еще это не достало. Павел говорит, когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, поступал, жил. Когда я вырос, написано, я оставил все младенческое. Как свою детскую обувь. Кто-то понимает? Вот я в ней ходил и сейчас и не хожу. Все очень просто. Зрей во Христе. Опа, я опять влип. Мне так хочется сказать, ты еще раз или завтра влипнешь. Я тебе уже молюсь за тебя за неделю вперед, может ты влипнешь. А у нас такое ни за что никогда. И когда и за что. Ты человек, полюби первого себя, а то обожествил себя. Знаешь, почему ты себя ненавидишь? Потому что ты себя превознес. Превознес себя, я не буду грешить. Будешь! Сколько сегодня истины вышло отсюда, я аж сам в шоке. Вау! Буду? Будешь! Как один сказал, я больше не буду и меньше тоже. Интересный славянский поворот. Смотри, 14 стих. Ибо если вы простите людей за прегрешения их, то Отец ваш небесный тоже простит вам. Формула такая простая, что мой кот поймет. Кот поймет. Если же вы не простите тех, кто причинил вам зло, то и Отец ваш не простит вам прегрешений ваших. И знаете, что меня вышибает в этом стихе? Не написано сколько и не написано что? Вы не услышали потому что я тебе прощу сплетню, но никогда не прощу воровство. Мне нравится, что Бог не упомянул вообще категорию греха, глубину, размер и количество раз. Ты слышишь меня? Он не упомянул здесь ничего. Вот прощай и проститься. Что ты если ему простил вот это? Ты мне простишь вот это? Бог не просто пообещал, он гарантировал. Бог мой, сколько бы у нас было счастья в жизни, если бы мы вот эти вот один стих, вот 14 и 15, два стиха просто взяли в жизнь свою. Не простишь? Не прощу. Простишь? Прощаю. Сколько? Не важно ничего. А мы с вами любим ковыряться. Целые братские советы собираются. И я помню, меня пригласили братья перед водным крещением, «А ты? А ты случайно анонизмом не занимался?» Я говорю, «Блин, кто им не занимается?» А они говорят, «А сколько раз? Не можешь упомянуть?» Я говорю, «Блин, кто его знает?» «Пока не болело все!» «Я не знаю уже, что им говорить?» «Кто понимает, о чем я говорю?» «Или слишком много правды в это воскресенье?» «Вы знаете, куда идете?» «Вы знаете, что получите все и сразу?» «Тут все говорится, все честно». Я такой думаю, «Интересно, а что их так волнует?» «Сколько?» «Где?» «Куда?» «С кем?» «Когда это было, при каких обстоятельствах?» «Там целое дело!» «Я такой думаю, вам ничего не рассказывать, у вас же работы не будет!» «Эти же мемуары, надо же писать братство!» «Я уверен, сейчас слушает меня брат, у него уши сворачиваются сейчас!» «Привет, брат!» «Брось заниматься чушью!» «Иисус простил мне все!» «Почему?» «Откуда я такой уверенный?» «Потому что я все!» «Вот и все!» «И теперь ты освобождаешься от того, чтобы каждый день ходить и чувствовать какую-то вину!» «А знаешь, почему ты чувствуешь вину?» «Потому что ты на ком-то держишь вину!» «Алло!» «Заметьте, как, какое уравнение в Библии простое! Два! Два! И мы сидим и такие «Вау! Какая глубина!» «Начни делать и будь счастливы!» «Серьезно, хотите знать формулу счастья?» «Формулу счастья!» «Шестая глава от Матфея, 14-15 стих. Формула счастья!» «Кстати, именно на этих двух стихах и основан энкаунтер, если кто в курсе?» «Все оттуда иначе!» «Вы заметили, как только ты проходишь в анкете этот параграф «Прости человека, прости Бога, прости себя, прости!» «У тебя моментально как дамбу прорывает и благословение срывается на тебя!» «Оказывается, все благословение держишь ты!» «Ты пробка своего благословения!» «Брат пробка, сестра пробка!» «Церковь, пробок!» «Все сидят и держат!» «Прости!» «Не могу!» «Да прости!» «И давление Духа святого!» «И ты такой аааааааа!» «Боже, так хорошо!» «Ай-яй-яй!» «Некоторые из вас именно это и почувствовали, вот этот хлопок на энкаунтере!» «Просто хлопок!» «Ой, как хорошо!» «Не неси!» «Потому что это нести может только он судья нам вообще запрещено судить мерить там сравнивать записывать сколько раз где с кем сделал сделал ты редиска я тебя прощаю следующий следующий я кушать еще хочу больше так много энергии уходит аллилуйя святых господних детей учить это дело такое много калорий палишь паста смотри вот это мне нравится вообще 16 стих просто красота а когда поститесь не уподобляйтесь лицемером с унылыми лицами вы знаете я знаю кто в церкви постится обычно как дела брат я знаю он в посте перед энкаунтом а библия говорит сделай вид так чтобы все думали что ты только что пожрал если такие на тебя смотрят сейчас же пост я знаю а ты просто поступаешь по слову который иисус сказал читаем дальше кто давно библию не читал не уподобляйтесь лицемером с унылыми лицами ибо они принимают мрачный вид чтобы люди видели что они постятся истина говорю вам что уже сполна выдана им их награда 17 стих когда ты постишься приведи себя в порядок умой лицо свое чтобы не видели люди что ты постишься опять у бога почему-то все надо хорошее прятать вот представь все хорошее чтобы хотел показать бог говорит нельзя хочешь дать зарисоваться нельзя хочешь делать вид что ты там такой бремя несешь нельзя почему потому что я хочу быть видимой жизни благословенной я хочу скапливать невидимое богатство на небесах я не хочу зарплату прям сейчас и здесь получать мне это не интересно смотри здесь написано и когда отец да видишь и там воздаст тебе это девятнадцатый стих не накапливайте сокровищ на земле где тлен и тлен и ржавчина разрушают их и воры вы вкрадываются и крадут и представляете да иисус говорит вот это проговорив перед этим все то есть не надо упоминать вот это место перед тем как ты все перед этим не прочитал потому что иисус говорит о сокровище только тогда когда он все остальные стихи уже были прочитаны и сказаны им двадцатый стих лучше копите себе сокровища на небе где не тлен не ржавчина не уничтожают и куда воры не могут проникнуть и украсть и 21 ибо где ваше сокровище там будет и ваше сердце и так парочку вещей я буду я буду заканчивать есть два варианта личного личного строения как мы себя отстраиваем первый большинство выбирают вот этот первый вариант ты пытаешься все и всех победить снаружи все сделать видимым понятным снаружи в этом случае битва никогда не окончится никогда как только этот человек ты заставил его попросить у твоего величества прощения этот нищеброд попросил ты его простил со своего благословенного плеча в твою жизнь опять приходит какая-то редиска которая опять тебе сделала зло и тебя опять нужно давить этого человека заставлять его чтобы он попросил у тебя прощения потому что твое величество в обиде десдемона не в духе потому что всегда будет кто-то и что-то что будет тебя раздражать второй путь где твое я и твое его эго умирает но как она сама умирать то не хочет ему нужна помощь и вот как только тебе что-то сказали и знаете обычно эго это самый простой прикол который видно сразу когда у тебя есть я и эго тебя закусывает тебе что-то вот вот сейчас вот это убей не надо себя убивать убей вот это вот это твоя реакция вот это ваше величество сегодня было оскорблено я сегодня утром проснулся и прочитал комментарии которые мы на свою голову открыли в ю тубе и мое величество было не просто оскорблено а похоронено раз 15 я так читаю прощаю прощаю тоже прощаю стираю ну зачем другим людям обижаться вместо меня я не дам тебе такой возможности потому что некоторые видят комментарии на пастора и они вступаются защищая пастор я тебя порву не надо никого рвать просто отпустить мы помогаем нашему эго сдохнуть я даю гарантию тебя уже была возможность встретиться со своим эго только ты приехал на парковку я уверен пока ты сел твое эго уже тебе что-то сказала что чья-то попа сидит на твоем стуле и я уверен сейчас когда ты станешь в очередь кто-то заберет последнюю сосиску и тебе нужно будет не только простить но и отпустить прямо сейчас когда мы пойдем с вами кушать у тебя будет огромная прекрасная возможность разбогатеть даже не выходя из церкви алилуйя вообще просто глубина и мэн пастор так отжигает я сам послушаю эту проповедь опять смотри я заканчиваю 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 я стараюсь второй путь где твое эго и я умирает ты его хоронишь каждый день ты бросаешь немножко цветочков и земельки на гроб твоего я каждый раз когда она там и ты ему как-то там ты ему так сидеть то есть ему напоминает что тебе жить нельзя потому что ты мешаешь жить мне я это такая штука богу это это сколько это ж я всем должен отомстить представляешь я она тебе не даст жизни ты будешь сидеть и ночью не спать а планировать атаку на кого-то это не ты это твое отпусти в этом случае ты побеждаешь себя внутри и когда что-то снаружи не способно оно не способно вредить тебя в этот в этот момент ты начинаешь входить в мир и покой о котором говорил иисус христос я даю вам мой мир который этот мир дать не может в этом случае действия людей меня по большому счету уже не интересует но теперь меня интересует моя реакция и теперь я не слежу над тем что сделали против меня но я очень внимательно тем что я делаю когда что-то сделали против и работаю именно над своей реакции к примеру у меня нет друзей или люди долго не задерживаются возле меня вопрос про чему твое эго тебе скажет все вокруг козлы одна ты красавица никто рядом с этой мудростью долго стоять не может и ты такой и я но ты один из тобой никто дружить не хочет что делать проблема не в людях потому что честно сказать все неправы быть не могут одновременно это значит проблем очка в тебе и тебе нужно это признать нужно сказать бог я наверное грубый не воспитанный люблю давить и контролировать люблю давить на людей во всех ситуациях в любом разговоре я знаю лучше всех встречали таких долго с такими людьми задерживаться не будешь то есть и начни адресовывать и так мне сейчас подарена возможность это адресовать а если честно найди честного друга просто найди друга который может быть тебе ну ты знаешь что он не соврет предупреди его что ты его не убьешь и не заблокируешь на фейсбуке и ты ему просто дашь возможность сказать тебе честно честно о тебе а вы столько откровения себе услышите вам даже дух святой так не это не расскажет как друг дух святой обычно знаете он такой нежный он такой ну сыночек потому же 200 раз на надела дону сыночек душе то он добрый а друг тебе просто сказать ты чё лошара чё ты тупишь просто возьми затяни ручник прямо сейчас и закрой свой рот и ты такой не стыж обиженный такой ну правда и начинай не отталкивать этих людей а приближать этих которые наоборот я хочу иметь рядом тех кто не побоятся сказать мне то над чем мне нужно работать а честно сказать нам всем есть над чем работать исправляя это я становлюсь добрее заботливее процессе становясь по-настоящему богаче это является нетленным сокровищем семья попросив прощения ты не унизился ты стал богаче и не имеет значения что тебе думает мир вокруг тебя ты здесь на этой земле чтобы сделать себя богат и собрать сокровище которая никогда не уйдет и она будет с тобой вы взяли что-то для себя воздать ему славу себе давайте мы поднимемся пусть во время этой молитвы дух святой покажет тебе сферу над которой тебе и мне нужно работать просто попроси а вы знаете что я заметил как только я заметил это сама быстро отвечаемая молитва игру бог покажи мне мою проблему я не успеваю закончить молитву я вижу проблему дух святой хочет ну зачем он это делает это ради тебя как представь как хорошо быть спокойным ну вот честно скажи тебе же нравятся люди которые спокойны при любых обстоятельствах тебе же нравятся люди которые невыводимы из себя никак которые умеют держать свои эмоции при себе которые при любом кошмаре могут дать адекватный ответ честно ты же хочешь таким человеком стать я хочу я работаю над этим у меня не всегда получается потому что я холерик я по умолчанию кувалду ношу и реакция у меня мгновенная жена может рассказать а потом узнаю кто что было просто попроси его открыть тебе и мне нравится дух святой никогда не будет от тебя прятать он скажет тебе правду дорогой дух святой помоги нам обогатиться помоги нам войти в настоящее смирение помоги нам приобрести эти настоящее качество христа я нигде не вижу в библии где написано и иисус обиделся взял учеников и ушел и нигде не вижу иисус подошел куда-то и его съела зависть и он ушел то есть я не вижу этих моментов в жизни бога отец научи нас жить в реальном покое и мире научи дай нам инструменты построить себя стать крепче мудрее и богаче я благодарю тебя за эту семью благодарю тебя за нашу глобальную семью благодарю тебя за людей которые могут слышать вот эту сырую неразбавленную правду мы благодарим тебя иисус благодарим тебя за истины меняй нас и трансформируй нас в образ твоего сына и все сказали эймэн воздай славу иисусу спасибо любимый спасибо драгоценный присядь присядьте и и и и и